Начало 2019-го. На Белорусском металлургическом заводе презентовали новое оборудование по производству металлокорда для крупногабаритных шин. Освоенная продукция обладает повышенной прочностью и представляет собой сплетение большого количества латунированных нитей. Ключевым потребителем данного металлокорда является компания Белшина, по заказам которой на сегодняшний день освоено 9 конструкций. Вместе с отгрузкой на внутренний рынок металлокорд БМЗ экспортируется в Россию, Германию, Чехию и Францию. В мае 2019-го много говорили о планах. В этом месяце в Гомеле прошел 16-й экономический форум. Его работа завершилась проведением круглого стола с участием руководителей официальных делегаций и представителей дипломатических миссий. В зале торжественных приемов дворца Румянцевых и Паскевичей представители России, Украины, Армении, Молдовы, Польши и Узбекистана. Глава представительства Нижегородской области в Беларуси Сергей Петров на форум приезжает не впервые. Причем это не протокольные визиты. Сейчас партнеры стремятся довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Гомельский экономический форум способствует реализации этих планов в более короткие сроки. Товарооборот между Республикой Беларусь и моей Нижегородской областью в прошлом году составила 945 миллионов долларов. Это мы строим атомную станцию, наш научно-визитетский институт атомного проектирования. Мы плотно работаем с Гомель-Сельмашем. Экономический потенциал региона представили на юбилейной 20-й международной выставке «Весна в Гомеле». Это уже доказано на практике. Здесь действительно находят деловых партнеров и устанавливают стабильные коммерческие связи. Курская инвестиционно-строительная компания «Инженер» седьмой год сотрудничает с Мозырским домостроительным комбинатом. На выставку приехали показать себя, поддержать партнера и ознакомиться с другими предложениями. Почему с Мозыря в Курск все-таки большое расстояние привезти панель? Оказалось, что выгоднее, чем купить у своих собственных поставщиков, которые находятся в нашем городе. И такого качества, как делает Мозырский ДСК, никто не может, даже в ближайших регионах к нам, никто не может предложить такого. Серьезный разговор о развитии агропромышленного комплекса во время июльского визита в Ветковский район президента Беларуси. В хозяйстве «Радуга Агра» обсуждаются перспективы развития акционерного общества «Гомсельмаш». На предприятии разработаны новые образцы зерноуборочной техники, которые уже выходят на поля. В частности, президенту рассказывают о так называемом полугусеничном комбайне. Передние колеса у него заменены на специальные гусеницы, что позволяет работать на переувлажненных землях. Основанием применения полугусеницы явилась ситуация, которая сложилась в Республике Беларусь в 2017 году. Мы знаем, что на Витебщине из-за обильных осадков 50% земель были сильно переувлажненные. И обычная колесная техника не могла зайти в поле, чтобы убрать уже созревший хлеб. Реализация инвестиционных проектов, экспорт продукции и внедрение энергосберегающих технологий. Эти вопросы в центре внимания премьер-министра страны Сергея Румаса, рабочий визит которого в Гомельскую область состоялся в конце октября. Сегодня продукция Реческого завода по производству плит МДФ-ХДФ акционерного общества «Гомель-Древ» поставляется в 16 стран мира. Этот инвестпроект реализовали в 2015 году. В прошлом году вышли на проектную мощность. Премьер-министру называют цифры. Оборудование по выпуску плит МДФ-ХДФ эксплуатируется даже в более значительных объемах, чем было предусмотрено проектом. И что особенно важно, без потери качества. Количество переходов в этом году мы уменьшили по согласованию с Белорусской лесной компанией. И за счет того, что уменьшено количество простоев по вспомогательному обслуживанию, хотя технический регламент выполняет 100% загрузка, оборудование в среднем за 9 месяцев составило 107%. Серьезный разговор о сельском хозяйстве на областных дожинках в Речице. Праздник работников села – хороший повод провести анализ работы отрасли. До заветного миллиона тонн зерна не хватило совсем чуть-чуть. Хотя и при этом в Мозырском районе урожай зерновых увеличился вдвое, в Наравлянском – на 80%. Самая высокая урожайность – почти 30 центнеров с гектара в Реческом районе. Погодные условия не позволяли. Мы 1 июля получили такой большой штормовый удар по нашим зерновым культурам. Но мы выстояли, наши механизаторы, растеневоды, животноводы достойно справились с теми трудностями, которые были. Ну и будем продолжать нацелены на то, чтобы увеличить производство в следующем году. Среди хозяйств лучший по производству зерновых совхоз «Комбинат Заря» Мозырского района. Лучший старший комбайнер – Василий Коваль из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Лидер среди водителей по перевозке зерна – Владимир Бондаренко из Ксуп Велетин, что на Хойникщине. Что касается производства продукции животноводства, здесь победителем назван Мозырский район. По словам руководства региона, особых секретов успеха нет. Необходимо добросовестно работать и не нарушать технологии. Это вообще, похоже, самое больное место регионального АПК. Недостаточно четкое соблюдение всех технологических требований. Отсюда и результат. В том же Мозырском районе заработают, по правилам, средняя зарплата в сельском хозяйстве – около 1100 рублей. У наших людей это получается, потому что они очень ответственно относятся к порученному участку. И, добавляя каждый год, позволяют себе наращивать и объемы производства, и объемы реализации. Это, прежде всего, их заработная плата. За последние 8 лет Гомель 4 раза становился лучшим городом для ведения бизнеса. И 5 раз признавался лучшим областным центром Республики Беларусь по благоустройству. Хотя порядок наводят и поддерживают не только в Гомеле. Диплом победителя областного соревнования по благоустройству второй степени в этом году получил Петриковский район. В 2019 году в Петрикове было шумно и оживленно. По сути, создавался совершенно новый город. За свою многовековую историю Петриков, наверное, впервые пережил реконструкцию такого масштаба. Заменены километры инженерных коммуникаций, отремонтированы объекты уличной дорожной сети и жилищного фонда. Произведено благоустройство центральной площади и парковой зоны. Появились новые площадки для занятий спортом. В городе строится жилье. Вместе с жильем в новом микрорайоне строится инфраструктура. Соответственно, дороги, улицы, дворовые территории, объекты торговли. Так что развитие в городе будет. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Валерий Капанько. Новости недели. Новости недели.